С обсуждения ситуации, которая произошла с пятиклассником в Новочебоксарске, началось и заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Каждый такой случай, когда у нас, во-первых, когда дети подросткового возраста падают с высоты, либо это совершают осознанно, для нас является чрезвычайной ситуацией. Каждый случай с вами должны рассматривать с разных точек зрения. Прежде всего, это чрезвычайная ситуация, очевидно, мы должны изучить все аспекты с точки зрения воспитательного процесса и тех наших действий, которые должны быть направлены на работу с подрастающим поколением, с молодежью, с подростковым возрасте. Ну и, конечно же, очень важно здесь рассматривать вопросы и психологического сопровождения подростков вот в такие опасные возрастные периоды. Глава Чувашии поручил наладить межведомственное взаимодействие, чтобы работать по профилактике подобных случаев. Также на заседании обсудили подготовку республики к весеннему паводку. В возможной зоне затопления могут оказаться 17 муниципалитетов, 57 населенных пунктов частного сектора с населением 3516 человек. График установления границ зон затопления и подтопления откорректирован и дополнительно включены территории в верхнем и нижнем объектах Чебоксарского гидроузла Ядринский, Маргаушский, Чебоксарский района и городного Чебоксарск и три населенных пункта в Батревском районе Чувашской республики, подверженные негативному воздействию ввод. Благодаря строительству комплекса защитных противопаводков в сооружении решена проблема затопления территории города Цивильский, прилегающих к нему населенных пунктов из-за разлива реки Цивиль. Потенциально самой опасной паводковой зоной в Чувашии остается город Алатырь. По плану строить защитные водные сооружения там начнут только в следующем году. Сейчас во всех муниципалитетах необходимо подготовиться к худшему сценарию паводка, отработать план действий, отметил глава региона.